Добрый вечер! В прямом эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. И также рассказал полпреду о готовности к летнему туристическому сезону, о мероприятиях, проводимых в рамках празднования 100-летия Карачаева Черкесии. Люди, которые не унывают ни при каких обстоятельствах, никогда не опускают руки и знают, какие меры предпринять, чтобы оставаться на плаву даже в условиях самых непредсказуемых кризисов, предприниматели отметили профессиональный праздник. Лучшие в этой сфере были отмечены высокими наградами. Мадина Каракетова с торжественного награждения. Несмотря на занятость, а у предпринимателей редко, когда выдается свободная минута, они все же нашли возможность собраться вместе в свой профессиональный праздник. Здесь предприниматели со стажем и те, кто только нарабатывает ту самую жилку, отличающую их от остальных людей. Галима Цекова из начинающих считает, что стать предпринимателем никогда не поздно. Свою предпринимательскую деятельность решила связать с продуктами питания и считает, что это та ниша, которая всегда будет востребована. Прям глобальных проблем нет. Мы работаем в обычном рабочем режиме, стараемся выполнять свою работу, чтобы люди ни в чем не нуждались. Мы хотим работать, хотим, чтобы у людей все было. Если народу будет хорошо, и нам тоже будет хорошо. На праздник пришла с удовольствием и считает, что это еще одна возможность поддержать предпринимателей в столь непростое для них время. Свой день предприниматели стали отмечать относительно недавно, с 2007 года, и это один из самых молодых праздников в стране. Поздравляю коллег Абубакир Тамбиев, президент регионального отделения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Карачаева-Черкесии, отметил, что предпринимательство является основой экономики, и поэтому и на федеральном, и на региональном уровне принимаются все меры для обеспечения необходимых условий для поддержки предпринимательства. В Карачаево-Черкесской республике считаю, что самая благоприятная среда для развития предпринимательства. Все познается в сравнении. Вот если сравнивать с другими регионами Северного Кавказа, у нас всегда было спокойно, у нас не было никакого давления на предпринимательство. У нас есть, в общем-то, понимание, налаженная система взаимодействия бизнеса и власти. И эта поддержка для многих предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса, в условиях экономического кризиса оказалась весьма кстати и открыла перед ними новые возможности для самореализации. Лучшие представители бизнес-сообщества были отмечены наградами. Вручили их спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, министр экономического развития Алина Кухов и мэр Черкесии Алексей Баскаев. У нас общие задачи, мы их понимаем. Мы стараемся не увеличивать налоги, мы стараемся сделать какие-то законы, инвестиционный климат в республике создать. Стараемся какими-то мерами, пусть они, да, небольшие, но мы стараемся все-таки не применять какие-то максимально жесткие механизмы. Мы постоянно просим наших коллег, чтобы вот этот монитор, вот эта связь обратная с предпринимательством, с каждым предпринимателем, с каждым предприятием, чтобы у нас она была. И благодаря там министерству экономики, правительству, мэрии города, эта работа, она у нас идет, налаживается и поверьте, и в дальнейшем, учитывая те перспективы, которые сегодня открываются, я надеюсь, что все-таки разворот в сторону предпринимательства и льготного кредитования и поддержки, он все-таки будет государством, наверное, правильно сделан. Особые слова благодарности были обращены к предпринимателям, внесшим вклад в экономику республики, занимающим активную гражданскую позицию и принимающим участие в благотворительных проектах. Сами предприниматели отметили важность такой моральной поддержки их стараний. С каждым днем все лучше и лучше развивается именно сфера предпринимательства. И те предприниматели, которые сегодня присутствуют здесь и получают такие высокие награды, это действительно заслуженные награды. И мы не можем не отметить таких вот замечательных людей, таких замечательных предприятий. И хотим, чтобы еще больше развивался этот сегмент. Поздравили предприниматели и артисты, подарили им свои лучшие концертные номера. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В свои 100 лет Найшат Кербековна Дышекова остается самым почетным возрастным жителем Аула Хабес. С вековым юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин. С ровесницей страны Советов и родной республики встретилась Фатима Даурова. Песня «Синана Даха» Передающая искреннюю любовь детей к бабушкам, глубоко созвучны с образом нашей сегодняшней героини Найшат Кербековны Дышековой. Даже с тем, что родовое гнездо семьи Дышековых расположилось совсем рядом с речкой Малый Зеленчук, чьи завораживающие звуки водного потока, как в песне, напоминают ласковый и нежный голос матери и бабушки. Голос Найшат Кербековны с учетом такого почетного возраста стал совсем тих. Но он, как и всегда, собирает вокруг себя большую семью Дышековых. А сегодня и особых гостей, что пришли поздравить ее с вековым юбилеем от имени президента страны Владимира Путина. «Мы искренне благодарны вам за радный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого добра. Президент Российской Федерации Владимир Путин». Найшат Кербековна старательно разглядывает поздравительное письмо от президента. В свои сто лет зрение у бабушки такое же острое, как и в молодости. Оно поддержало ее тогда, когда слух начал потихоньку уступать безжалостным законам времени. Родные стали чаще общаться посредством письма. Именно таким образом ей объяснили, кто у нее сегодня в гостях. Принимает подарки и букеты Найшат Кербековна с особой статью. В свои сто лет она держит знаменитую осанку черкешинки с такой легкостью, что ей могут позавидовать современные барышни. Своим принципом жизненного уклада и неизменным женским хитростям, касающимся красоты и здоровья, она обучала всех представительниц прекрасного пола в семье. «Зули громко нельзя смеяться, на лице будут морщинки. Зули надо сидеть, держать спину, нельзя иметь врагов в жизни. Вот такие удивительные принципы, которые я до сих пор применяю в своей жизни». Детство у Найшат Дышековой было тяжелым. Ровесница страны Советов пережила вместе с родиной все исторические перипетии, через которые проходило юное государство в период становления. К сожалению, в большинстве своем они негативно сказались на судьбе героини и ее семьи. Ее отец Кербек Шибзухов, будучи священнослужителем, попал под жернова репрессий в 30-м году. Имущество было конфисковано, сам арестован. Мать умерла, когда дети еще были совсем малышами. Остались маленькая Найшат с братиком с сиротами. Им, как детям репрессированных, было запрещено помогать даже куском хлеба. Соседи боялись донесений, и только самые смелые втайне глубокой ночью приносили еду, рискуя своей свободой. Так получилось, что со временем родственникам матери удалось их забрать к себе и дать им любовь и заботу, в которых они так нуждались. Будучи уже взрослой, Найшат решила, что семья у нее будет большая и обязательно счастливая. Так и получилось. С Галиды Шековым, своим супругом, они вырастили и воспитали пятерых детей, которые сейчас крепко стоят на своих ногах и передают уже своим детям и внукам заветы родителей. Наверное, все матери хотят только хорошего, все хорошего для своих детей и для всех. Ну, если бы все прислушивались к женскому мнению, вообще я так, наверное, не было бы столько зла в мире. Мать, которая хочет только добра, растить детей, чтобы у их детей были дети, и видеть счастье своих детей. Мама – это самое святое. Я, наверное, возьмусь утверждать, что для каждого человека нет дороже и ближе той женщины, которая выносила его под сердцем и познала материнство, рождение, новой жизни. Сегодня они, наверное, эти ее дети это все ощущают и радуются. Радуемся и мы вместе с ней. Для нас это большое событие в жизни нашего аула. Укутывая маленькие хрупкие плечи матери большого красивого семейства, достойная невестка проявляет заботу, как родная дочь. Так принято не только по законам Адыгара, но и по законам любви, на которых держится дружная семья Дышековых. Фатима Даурова, Алибастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 6, а днем 23-28 выше нуля и местами до плюс 19. В Черкесии переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 25-27 градусов тепла. Боль – это не самый лучший спутник жизни. Можно и нужно жить без боли. Специалисты клиники Елены Малышевой в Ставрополе знают, как вам помочь. Не стесняйтесь, не ждите, не терпите. Приходите, и эти специалисты вам помогут. Жить без боли – это счастье. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8-938-333-90-00. Сегодня на Доме культуры села Кастахи Тагурово было увековечено имя заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Карачаева Черкисии Бориса Александровича Цзанаева. Более 50 лет он посвятил искусству, был танцором, а затем балетмейстером и руководителем ансамбля Эльбрус. Участвовал в создании и подготовке ряда танцевальных коллективов. Немало известных деятелей культуры считают его своим наставником. На памятном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Бориса Цзанаева Это можно отнести к числу наиболее ярких представителей этого вида искусства. Он не только сам превосходно танцевал, но и мог подметить что-то особенное в молодых талантах, которые затем под его руководством становились великолепными танцорами. Эстрадно-хореографический ансамбль под руководством Бориса Цзанаева гастролировал в Малом Карачае. И они были у нас на репетиции. Я тогда танцевал в ансамбле Миньгитау. Ну, после репетиции он меня подозвал и спросил, хочу ли я работать в профессиональном коллективе. На что я ответил, да, если родители отпустят, я с удовольствием поработал бы. О таких людях, как Борис Цзанаев, крайне сложно говорить в прошедшем времени, поскольку они как бы до сих пор живы в воспоминаниях коллег и родных. А заслуженный артист РСФСР, народный артист Карачаева-Черкесии, был для нашего региона целой эпохой. У нас была очень дружная, спокойная, стабильная семья. Потому что мы привыкли всё делать вместе. Оба люди, представители культуры и искусства. Вы знаете, он вообще говорил, что у него две огромные любви в этой жизни. Вернее, не две, а три он говорил. Это его семья, это рыбалка на фореля горного, и это танцы. Супруга Бориса Александровича сама немало лет отдала искусству. Говорит, о нём трудно сказать в двух словах. Настолько многогранной являлась личность человека, который более 50 лет своей жизни посвятил любимому делу. Он был танцором, балидмейстером и художественным руководителем ансамбля «Эльбрус». Позже, по сути, создавал ставший при нём государственным танцевальный коллектив исламей. Его талантом восхищались зрители на многих концертных площадках, причём не только в нашей стране. На больших стадионах выступали мы, в Карловых Варах, в Праге. При выходе и объявлении осетинского танца свадебного, откуда там знают, ну был переводчик, на русском языке говорил, на чешском. Выходил только Борис Занаевый, становился сколько всё. Зал вставал и аплодировал с начала танца до конца. 27 мая в родном селе Бориса Занаева, Кастахитагурово, на Доме культуры была установлена памятная доска. Как правильно заметил руководитель регионального министерства культуры Зурап Агирбов, главная ценность человека заключается в первую очередь в людях, которые помнят. Помнят о человеке, мастере своего дела, замечательном наставнике и друге. Пока жива память о таких людях, они как бы остаются рядом, наблюдая за тем, чему они посвятили всю свою жизнь. Артур Мхцер, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Как фотография может превратиться в картину, а чиновник в фотохудожника? В Черкесии состоялась выставка-презентация по просторам родной республики. Фотохудожник Карачаева-Черкесии Андрей Пинкин рассказал о своих работах и ответил на вопросы ребят в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. Андрей Пинкин – один из авторов программы развития туризма в Республике. С 2001 года он стал профессионально заниматься фотографией. По тематике Карачаева-Черкесии Андреем Пинкиным сделаны фотокалендари и книги, порядка 25 работ. Сейчас Андрей Пинкин работает над окончанием романа Бархызи «Нежность желтой пантеры». Уже готовы к публикации еще три книги. Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Всего вам доброго и до встречи!